Это программа День с толком в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Веселье на скорости. Почему детские забавы перерастают в недетские проблемы? Большое будущее алтайского спорта. Куда мы движемся и есть ли на это деньги? Уникальное оборудование и возможность приглашать известных ученых. Барнаульский планетарий входит в новую эру. Студенты из Казахстана, где с начала года проходили массовые протесты и беспорядки, смогут продолжить обучение в российских вузах. При необходимости их переведут на дистант. В Министерстве образования и науки страны подчеркнули, если по каким-то причинам у обучающихся не будет возможности заниматься онлайн, то для них создадут индивидуальный план. В то же время в Алтайском крае этот вопрос пока скорее не актуальный. Студенты из Казахстана постепенно возвращаются на учебу. Пока мы не приехали, у нас такой информации нет, но мы на связи все. Все вузы, ректоры, проекторы вузов по международным делам. То, что касаемо именно студентов, пока вопросов не возникало. Какие-то студенты здесь остались, на каникулы не поехали. Поэтому уже два-три дня как связь дали, все готовы приехать на занятия. К слову, уже завтра в Казахстане появится бесплатная мобильная связь для россиян. Об этом с операторами «Большой четверки» договорилось Министерство цифрового развития связей и массовых коммуникаций России. Речь идет о сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон и Теледва. Пока в Казахстане введен режим ЧП, наши граждане смогут звонить и писать сообщения даже при отрицательном балансе. А те, кто уже потратил все средства на мобильном счете в рамках сложившейся ситуации, смогут запросить у своего оператора перерасчет. Добавим, чтобы связь не рухнула из-за желающих позвонить, уже установлен лимит – 120 минут на каждого абонента. И еще одна тема, связанная с нашими соседями. Поставки казахстанского угля в Алтайский край, вопреки ситуации в стране, продолжаются в штатном режиме. Об этом сообщил министр строительства из ЖКХ Иван Гелев. В ближайшее время с Каражирского разреза должны прибыть почти полторы тысячи тонн угля. Это 25 вагонов. Большая часть пойдет на центральные котельные, меньшее – 350 тонн – на продажу населению. Всего с начала января с казахстанского разреза в Локтевский район отгрузили 700 тонн угля. Напомним, серьезные перебои с поставками начались в ноябре прошлого года. Топливо по хорошей цене казахстанские предприниматели отправляли в Китай и Европу. В результате чего алтайские жители не могли купить уголь. После огласки в СМИ и возбуждения уголовного дела проблемные муниципалитеты начали решать проблему. А 6 января Владимир Путин поручил правительствам России и Алтайского края обеспечить производителей тепловой энергии и населения топливом. Ответственность за это несут премьер-министр Михаил Мишустин и глава региона Виктор Томенко. В новогодние каникулы в Барнауле выросло число травмированных детей и взрослых. Всему виной, казалось бы, обычная зимняя забава – катание на горках. Вот только у большинства пострадавших есть одна особенность – все они получили травмы, катаясь на бублике. Как избежать плачевных последствий и на чем кататься безопасней – расскажет София Яценко. Вместо елки, Деда Мороза и подарков – больничная койка, врачи и переломы. Таким Новым годом для семьи Избийска обернулась традиционная зимняя забава. Накануне праздника семья с двумя детьми решила покататься на горке. Вот только место выбрали небезопасное. Верху идут горы. Можно с любой стороны подойти, с какой нравится. Есть спуск к реке. То есть гора очень длинная, большая. Можно скатиться практически к самой реке. То есть что-то уже опасно. И очень много деревьев, потому что это лес. При первом же спуске с такой горки дети влетели в дерево. Сын женщины отделался ушибами, а вот дочке повезло меньше. У семилетней девочки перелом плеча и бедра. Сейчас она готовится сразу к нескольким операциям. По словам врачей, свою роль сыграло не только место, но и предмет для катания – бублик. О безопасности в этих местах думают мало, больше о развлечении детей и взрослых. И, как правило, за счет того, что там места не оборудованы никакими средствами безопасности, бортиками, дети просто элементарно с тех средств, на которых они катаются, улетают в абсолютно хаотических направлениях. Несмотря на то, что горок в краевой столице стало меньше, статистика пострадавших не изменилась. А тех, кто выбирает для катания тюбинги, становится больше. Самым травмоопасным считается катание вот на таких вот бубликах. Они развивают большую скорость, а также в них невозможно затормозить ногами. Но если хочется покататься именно на бублике, то лучше это делать на специально оборудованных горках. На таких горках предусмотрены специальные снежные бортики, которые препятствуют вылету в сторону. Да и сама территория безопасна, без деревьев и крутых склонов. Самые распространенные травмы от таких катаний – черепно-мозговые, компрессионный перелом позвоночника, переломы верхних и нижних конечностей, а также таза. Причем у взрослых зимнего веселья гораздо тяжелее. Специалисты советуют выбирать только безопасное место для катаний, а также отдавать предпочтение ледянкам или простым картонкам. Но для самых смелых, тех, кто предпочитает бублики, не забывать о мерах безопасности. София Яценко, Алексей Фризин, День с толком. Больше полусотни лошадей расстреляли в Алтайском крае. Большинство погибших – кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся животные. Об этом средством массовой информации рассказал владелец лошадей. Животных обнаружили на днях между алтайскими селами Солоновка и Камышенко. Лошади находились на свободном выпасе, проверяли их пару раз в неделю. Кто именно застрелил животных, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело. Краевое управление МВД поставило его на контроль. Больше 50 пьяных водителей задержали в Барнауле в новогодние праздники. Такие сводки приводит госинспекция краевой столицы. С начала этого года сотрудники ГИБДД зафиксировали больше 2000 нарушений ПДД. В частности, задержано 58 водителей, которые управляли машиной в нетрезвом виде. По их вине два человека получили травмы. На 10 автомобилистов оформлены документы за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит до двух лет лишения свободы. И к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтай» продолжают двигаться к своей заветной цели – Кубку Федерации. Для ее выполнения есть все. Опытный тренер, боевой состав и инфраструктура. Руководство команды уже готовится к тому, что клуб будет играть в подэлитном дивизионе. Решить нужно всего два вопроса. Первый – выиграть кубок. И второе – собрать нужный бюджет. Насколько необходимо увеличить финансирование и какие в целом планы у алтайского спорта на этот год – расскажем далее. Наши ожидания давно уже переполнены. Мы ждем, чтобы наша команда играла в более высшей лиге. Это в регулярном чемпионате ВХЛ, где гораздо больше команд. Это один из самых преданных болельщиков нашей хоккейной команды. Сергей Старегин полюбил игру «Шайба» еще во времена мотора команды 90-х годов. И по сей день верит, что брнаульская команда выйдет под элитный дивизион. В этом сезоне уже прошло более половины матчей. Мы пока идем на первом месте, довольно уверенно. И есть все предпосылки к тому, что мы выйдем в плей-офф, вероятнее всего, с первого места. А дальше в плей-офф, конечно, будут сложные и интересные матчи. Но у нашей команды шансы велики. Великие деньги нужны, чтобы «Динамо Алтай» играли на уровне выше. На прошлый год общий бюджет клуба составлял порядка 65 миллионов рублей. А чтобы играть в высшей лиге, нужно в два раза больше. По словам руководства клуба, все идет своим чередом. Инфраструктура позволяет нам играть в вышки. Но сохраняется и спортивный принцип. Если команда выиграет кубок, мы идем в высшую лигу. Но помощь от Минспорта уже есть. Перед Новым годом клуб приобрел новую форму. Общей стоимостью 5 миллионов. Сегодня министр спорта Край Алексей Перфилев подчеркнул. Готовность выйти на новый уровень у нас есть. Мы готовимся и к спортивной победе, и к финансовой составляющей. Это бюджет, на который жить должны команды во второй лиге. Но тогда, когда поступление каких-то внебюджетных средств. И на сегодня вот эта составляющая очень значима. Порядка 20-25 миллионов ежегодно вкладывается нашим попечительским советом. Если в хоккее к Олимпу стремятся и для этого все есть, то наши баскетболисты уже в подэлитной лиге. В этом сезоне Барнаул дебютировал в Суперлиге 1. Для сравнения, у команды, которая идет на первом месте, сейчас бюджет порядка 200 миллионов рублей. У нашей же команды 32 миллиона, плюс еще 15% за счет спонсоров. Но чтобы играть в элитной лиге, у баскетболистов вопрос в инфраструктуре. Наша победа не готова принимать матчи такого уровня. Но руководство клуба пока сфокусировались на Суперлиге 1. Тем более, это дебютный сезон. Я скажу честно, я даже пока не увлекался и не разбирался для себя Лигой ВТБ, потому что мы первый год только играем в Суперлиге 1. Только-только выросли в классе. На знакомление еще идет, можно сказать. По большому счету, я всегда об этом говорил, что для нас это определенная разведка боя. Подводя итог, выход есть из любых ситуаций. Тем более, в наше время связка спорт плюс бизнес развивается. И как мы видим, в этом есть положительный темп. Кстати, 2022 год для алтайского спорта будет динамичный. Министр назвал несколько ключевых мероприятий. Ближайшие – это международный турнир по ММА уже 5 февраля. И Кубок России по горным лыжам в Белокурихе 6-8 февраля. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Мама девочки, страдающей генетическим заболеванием, синдромом Ли, благодарит всех, кто помог ей собрать средства на покупку жизненно необходимого оборудования. Об этой истории мы рассказывали в последние дни 2021 года. Довольно значительную сумму собрали в экстренные сроки. Правда, пользоваться аппаратом пока не получается. Напомним, маленькая Юля весной этого года начала задыхаться, и врачи обнаружили у нее генетическое заболевание – синдром Ли. Московские пульмонологи посоветовали приобрести аппарат для дыхания, который стоит 450 тысяч. Помог благотворительный фонд «Сокровенное желание» и обычные неравнодушные люди. Но пока аппарат простаивает. Его маска для дыхания велика девочке. И сейчас семья ищет новую. Но уже за время пробной процедуры в больнице стало понятно, что оборудование помогает. Теперь Анастасия вместе с фондом «Сокровенное желание» ищет подходящую для ребенка маску. Это может занять до трех недель, а то и дольше. Но мама девочки верит, что состояние дочки с этим аппаратом значительно улучшится. Средства на приобретение маски пока не требуются. 166 тысяч рублей. Такую сумму хотят получать россияне. Исследование провели на сайте работа.ру. Интересно, что мужчины хотели бы получать 187 тысяч, а женщины в среднем 138. Мы решили спросить барнаульцев, о какой зарплате мечтают они. Хватит 80 тысяч. На что потратите? На продукты, проезд. Ну, хотя бы 20-25. А если помечтать? Ну, мечтать, конечно, не вредно. Ну, 30. Я была бы счастлива. Я бы вообще не хотел получать зарплату. Я бы хотел, чтобы все было бесплатно. Сколько бы вы хотели получать денег? Сколько вам нужно, чтобы хватало? 50 тысяч. 50 тысяч? А почему так мало? Ничего себе. Девочка, мне 70 лет. Поэтому мне вполне вот так вот. А на что тратили бы? На что тратили бы? Знаете, на яблоки, на бананы, колбасу покупал бы, мясо классное. От 50. По моей специальности. Обучение. Это какая? Информационная безопасность. Сейчас, наверное, 1050-1055. А на будущее? А на будущее больше, потому что там уже другие затраты будут. Семья, дети. Это все намного больше. Хотели бы, например, пенсию сколько получать? Ой, я даже не знаю. Ну, тысяч 20 хотя бы. У меня нет 20. Сколько вам нужно, чтобы быть счастливой? Не знаю, не могу затрудняться. Ну, тысяч 30. Больше. 100. Меньше. 50. 70. Уникальное оборудование и возможность приглашать известных ученых для проведения лекций. В Барнаульском планетарии накануне показали, как выглядит новый зал в новом здании. Об астрономических планах планетария расскажем в следующем сюжете. Первые зрители в новом здании Барнаульского планетария. Полярное сияние, движение астероида. Сегодня здесь есть возможность увидеть небесные объекты в режиме реального времени, а также посмотреть на них в прошлом и будущем времени. Мы продемонстрировали, что мы готовы к работе, что у нас все есть, что мы действительно запустились. И на сегодняшний день мы только отрабатываем, как нам правильно здесь вести свои программы. То есть это не просто вы зашли в кабинет, сели за компьютером, у вас все построено. Нет, здесь технически очень сложный процесс, который нужно построить именно в данном учреждении, в данном зале. Барнаульский планетарий – один из старейших в России. Он был открыт в марте 1950 года. В здании бывшего кинотеатра «Родина» планетарий перекочевал из изумрудного парка. В это здание было вложено 18 миллионов рублей из городского бюджета. На эти деньги здесь провели капитальный ремонт и приобрели оборудование. В этом году будут разработаны проекты еще одного зала и хола. Сделать предстоит многое, сделать предстоит еще и обжить это помещение, насытить его современной мебелью, современными какими-то зонами. Планируется создание еще двух помещений, еще двух залов интерактивных, проводить программы не только о космосе, рассказывать, а и об окружающем мире, об экологической обстановке, об истории. Я считаю, что такой планетарий – это планетарий не только города Барнаула, но это такой образовательный процесс, завязанный вокруг планетария всего края. Я думаю, что будут организованы экскурсии, дети с наших районов и других городов будут сюда приезжать. Добавим, что это был лишь пробный показ, а уже с февраля планетарий ждет всех посетителей – маленьких и взрослых. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Что читает наша молодежь? Ответ на этот вопрос знают в библиотеке имени Шишкова. На днях книгохранители опубликовали ежегодный рейтинг читательского интереса. Так в топ-20 попали Кинг, Пелевин и Акунин. Тройку возглавили Бакман, Оруэлл и Достоевский. Роман «Преступление и наказание» впервые за много лет занял верхнюю строчку. Раньше это место было за писательницей Яхиной с ее романом «Зулейха открывает глаза». Сегодня в Шишковке за так называемыми бестселлерами читатели встают в очередь. Те, кто ждать не хочет, берут электронные и аудиокниги. В 2021 году основной поток читателей – это молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Более полутора тысяч абонементов. Школьники и студенты буквально сами создают запрос на новые книги, которые пополняют фонд библиотеки. Это покупка 12 тысяч экземпляров ежегодно. Чаще всего интерес диктует кинематограф. Влияют, конечно, очень сильно экранизации, вышедшие на экран. Уолтер Трэвис «Ход королевы», «Дюна». Если в прошлом году это был, допустим, «Кинг», когда была экранизация по «Кингу», очень сильно спрашивались, то сейчас вот такие книги в топе. То, что сейчас вышло. Интернет повлияет, экранизации появятся новые. Может быть, где-то еще какая-то информация будет такая. То есть молодежь активно на это откликается. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Valar. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok